Пора ярких закатов, ранних рассветов и жарких будней в самом разгаре. Но наслаждаться летом непросто, когда прямо у подъезда на солнце гниет мусор. Или стоишь на остановке и ждешь автобус, а укрыться негде. Поэтому и дежурному по городу прогуливаться без дела не время, пока у наших горожан есть о чем рассказать. Ну, отношения вообще, я извиняюсь, с Винска. Стыд и срам, куда пропал порядок в многоквартирном доме. Высота бордюров, а тут как бы не пройти. Неприятности над головой и под ногами, на что обратили внимание народные контролеры. Да, 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 есть, будем делать, и все будет, ну. Ответы на проблемные вопросы и мнения эксперта. Итоги недельного дежурства подведем прямо сейчас. Конец рабочей недели, возвращаешься домой и думаешь о выходных. Немногим в такой момент хотелось бы увидеть кучу мусора прямо у своего подъезда. Но именно в таких реалиях оказались жильцы дома по проспекту 50-летия октября. На протяжении полугода уже мы живем вот в таком вот бардаке, так скажем, да. Подъезды абсолютно не убираются. Обещанный ремонт подъездов не делается. То есть у нас у всех дети, приезжают гости, знакомые. На самом деле даже неудобно, да, что у нас такой вот подъезд. Управляющая компания, лидер, игнорируют наши звонки. То есть на протяжении там уже двух-трех недель я звоню, прошу убрать этот мусор. Они просто не отвечают. Во время встреч, даже когда у вас есть определенные доказательства, их вот этой бесхалатности просто, они оборачивают все против вас. То есть это мы платим по нижнему тарифу по какому-то. То есть уборку мы, в принципе, видимо, по их мнению не заслуживаем. Нам скинули фотографии, что у нас все чисто, что у нас убирается. Но все прекрасно видно, что уборки нет. Это опасно. Вот у меня тоже, да, ребенок есть. Мы постоянно ходим, там постоянно валяют стек. В прошлом году этому зданию сделали наружный ремонт. Но вид обновленного дома портят переполненные баки с мусором, которые можно найти по всему периметру дома. Так что давайте узнаем у управляющей компании, почему она не справляется со своими обязанностями. Попасть на прием к управляющей компании нам удалось. Правда, встретили нас довольно холодно и говорить на камеру отказались. Тем не менее, директор заверила нас, что уборка в подъездах проводится каждую неделю, а мусор во дворе скопился, потому что единственного дворника настиг несчастный случай. На сегодняшний день на многоквартирном доме тариф составляет 16.45. Общегородской тариф 22.61. При данном тарифе сотрудничать соглашается один дворник. В данный момент дворник, к сожалению, находится в больнице. По вопросу уборки подъездов, уборка производилась на прошлой неделе, о чем и свидетельствует подписной лист. Тариф устанавливается в общем собрании с учетом предложений управляющей компании. То есть, когда они заходили на дом, они, по сути, сами установили такой тариф. Вне зависимости от того, отсутствует в штате дворник или нет, управляющая организация обязана производить уборку подъездных помещений и придомовой территории. Ранее по этому дому уже поступало обречение от жителей, управлением проводилась проверка, было выдано предписание провести покраску подъездов. Срока оно исполнено не было и привлечена управляющая штрафом на сумму 25 тысяч рублей. Удобно, не правда ли? Теперь о проделанной работе можно отчитываться дистанционно. Без встречи и на ошибки не укажешь, ведь на фотографии это все сделано. Хотя палка это о двух концах, ведь с помощью камеры можно показывать и то, что не доделали ответственные. Этим и занимаются наши народные контролеры. У нас возле дороги наклонился столб. Поперечная балка сгнила и лежит на проводах. Высоковольтные провода провисли до вытянутой руки. Проходят над дорогой и мостом. Здесь ежедневно ходят люди, бегают дети. Переговоры с руководством нашего прибайкальских РЭС, с Горечкиным Павлом Геннадьевичем. Машина ушла туда еще в понедельник. Сегодня они приступят к работе по выравниванию данной опоры, электрической опоры. Работа к концу дня, уверяю, будет завершена. Высота бордюров, а тут как бы не пройти. Видел того же инвалида на коляске, который не мог и передвигался по проезжей части. На 2025 год данный участок будет включен в план работ. Ежегодно на мероприятия по безбарьерной среде выделяется 1 250 000 рублей. На этот год все работы уже запланированы и средств для включения данного объекта нет. Вот такая ситуация на улице Революция 1905 года. Остановка школа. Дорожный знак «Пешеходный переход» по адресу улица Революции 1905 года вблизи остановки школа. Был отремонтирован сотрудниками Дорожной службы комбината по благоустройству города Улан-Удэ вчера, 27 июня. Ямы не зарыли, бросили траншею, силовым кабелем тоже ничем не оградили. Ни флажков, ни знаков, ни заборчиков, ни ленты, ничего нет. Реально уже играли дети. Земляные работы по перекладке сетей электроснабжения проводятся акционерным обществом «Ходьковский автомост» в рамках строительства третьего моста через реку Уда. Ордер на земляные работы администрации района не выдавался. В настоящий момент управление административного контроля КГХ приняли в работу материалы по привлечению подрядной организации к административной ответственности. Примерно такой же бардак сейчас во дворе новостройки по адресу Бабушкина, 71. И хотя дом в эксплуатацию сдали три месяца назад, застройщик до сих пор не удосужился облагородить территорию. Когда будет придомовая территория, придомовая территория будет в марте. В марте, в апреле, потом они нам сказали в мае, в мае нам сказали в конце июня, сейчас у нас конец июня. Отсутствие благоустройства здесь налицо. Но главная проблема этого дома – дождь. Когда он начинается, вся вода стекает сюда с улицы выше. Из-за отсутствия ливневок все лужи скапливаются здесь у основания дома, который местами уже начинает проседать. А вот эта интересная конструкция, видимо, не дает этому углу провалиться еще глубже. На нашу удачу здесь уже начала работать бригада застройщика. И давайте спросим у них, когда же здесь все наконец приведут в порядок. Да-да-да, если будем делать, все будет, ну, все будет. Мы просто, видите, в зимнее время, мы же не успели, нам надо, чтобы тепло было. Соответственно, мы все, браньки все красиво сделаем. Сколько им ждать? Ну, у нас до конца июля. Но обещания застройщиков не очень-то и поднимают настроение собственников этого дома. Ведь кроме благоустройства к тему есть еще масса вопросов. Начали сдавать ключи резко, вообще вот резко просто. В начале апреля позвонили, приезжайте, собирайте ключи. Значит, открыли нам эту дверь в квартиру. Во-первых, перегородка, которая стоит, да, разделяет кухню и залом. Просто мы рукой задели, она вот наклоняется, вот качается, да, туда-сюда. Окна, которые должны были быть витражными, они не витражные, да, это просто остекление. В основании они вообще приняли это дом. Вы посмотрите, какая там отмостка-то. Я же говорю, дожди, пройдут, и вот это все вот рухнет туда-вниз. Здесь находиться страшно. Эти лифты все трясутся, как не знаю, что... Сейчас у нас на дворе июнь, горячей воды нет. За информацией о приемке этого дома мы обратились в Госстройжилнадзор еще в начале недели. Многие в ведомстве в отпусках, поэтому оперативные ответы узнать не получилось. Поэтому, пока мы ждем, мы решили посоветоваться с нашим экспертом о том, что делать в подобной ситуации. Когда многоквартирный дом сдается в эксплуатацию, то комитет по строительству администрации города Луан-Удэ выдает застройщику акт ввода в эксплуатацию. На основании этого документа многоквартирный дом, как объект недвижимости, ставится на государственный регистрационный учет в Росреестре. С этого момента разрешается совершение сделок, в том числе передача квартир участникам договора долевого участия в строительстве. На этой стадии новому собственнику необходимо привлечь специалиста к осмотру жилого помещения для выявления недостатков. Акт приема и передачи жилого помещения уже является доказательством исполнения застройщикам своих обязательств по договору долевого участия в строительстве. Если имеется и просрочка передачи объекта собственнику, либо обнаружены недостатки в этой квартире, по причине которого собственник не принимает данную квартиру по акту приема и передачи, то, естественно, у застройщика возникает обязанность устранить эти недостатки. Естественно, если участник договора долевого участия в строительстве подпишет акт приема и передачи, то есть примет такую квартиру с недостатками и в последующем не воспользуется своим правом предъявления претензий, то есть не совершит юридически значимые действия, то, естественно, он при таких обстоятельствах лишается права получить какую-то неустойку и восстановить свои, например, затраты. Нарушение сроков влечет для застройщика негативные правовые последствия. Участник договора долевого участия в строительстве имеет право потребовать взыскания неустойки. Неустойка предусмотрена в размере 1,03 оставки рефинансирования Центрального банка. У застройщика 10 дней есть с момента получения такой претензии для добровольного удовлетворения требований потребителя. Если застройщик игнорирует данную претензию, нарушает срок выдачи ответа в течение 10 дней и возврата денежных средств, выплаты, то есть денежных средств потребителю, то у потребителя возникает, соответственно, право обратиться в суд, взыскать данную неустойку в двойном размере за каждый день просрочки исполнения обязательств, также взыскать 50-процентный штраф, потребовать компенсации морального вреда, а также судебные расходы. На этой неделе в Улан-Удэ развернулся крупный скандал. На протяжении 10 лет школа Ушу «Золотой дракон» делит территорию с предпринимателями. За это время соседи не раз сталкивались лбами, но в этом году буквально вышли на тропу войны. Мы отправились выслушать обе стороны конфликта и высказать свою точку зрения в своеобразной форме дистанционных дебатов. С 2006 года здесь уже была детская спортивная школа, и в последующем здесь открывали второй спортивный зал. Благодаря этому такой народной стройке наша школа создавалась годами. Все, что вы здесь видите на территории, все благоустройство, это тоже все благодаря детям, родителям и неравнодушным людям. У школы право возникло в 2011 или 2012 году на этот блок, а у нас в 2013-2014. То есть если поднимать документацию, естественно, там будет видно. Но это никак не 2006 и ранее года. Мы же используем свое имущество по мере необходимости, поэтому мы облагораживали, они облагораживали, жили в принципе нормально. Никто даже подумать не мог, что они дальше вот это вот все огородят и возьмут к себе. Будка появилась тоже, по-моему, в 2019 или в 2020 году. Ограждение вообще в любом учреждении, оно обязательно, иначе бы наша школа не получила никогда лицензию на образовательную деятельность, потому что каждое учреждение должно иметь. Контрольно-пропускной пункт мы тоже были вынуждены сделать. Прокуратура вынесла нам предписание, прокуратура республики, поставить контрольно-пропускной пункт, чтобы дети были в безопасности, и здесь не было никакого свободного проходного режима. Вот, поэтому все, что здесь стоит, находится, это все в рамках абсолютно закона. Предприниматели хотят организовать свободный доступ к своим помещениям. Для этого они хотят оградить от школы эту часть двумя заборами и сделать здесь панду для инвалидов. Но при этом все благоустройство, которое сейчас здесь находится, будет уничтожено. Сейчас мы попросили, не нарушая их, скажем, там вот этой архитектурной всей системы, ничего, мы попросили ключи от трех пар ворот, и так как они сказали, что третьи лица не могут попадать, чтобы вот этот вот антитеррор не нарушился, мы им сказали, давайте мы тогда сделаем просто ворота, ограждение, ходите через свою конструкцию будки, и у вас будет свободный доступ. Нам нужно буквально полоску в 4 метра для своих нужд. Беговая дорожка уйдет. Деревья, клумбы, значит, сад камней. Вот это, понимаете, оно годами мы делаем. Мы каждый год высаживаем деревья, каждый год мы садим цветы. У нас зайдете, у нас прямо оазис. Десять лет она владеет этой территорией, да, она ничего здесь не сделала, вообще ничего. Почему она должна сейчас разделить территорию школы, чтобы наши дети, как они будут проходить? Вот два единых блока. Дети мигрируют постоянно то в одном, то в другом. Как они должны обходить? Хочу, чтобы все четко осознавали, что у нас там договор аренды. 47% площади мы должны занимать. То есть это половина. Мы сейчас не занимаем ни единицы, но мы платим аренду. Ни одна из сторон этого конфликта не собирается уступать, поэтому имущественный вопрос сейчас решается в суде. Следующее заседание по делу пройдет в следующем месяце. Возможно, там и поставят точку в соседском споре. Но на самом деле у этой земли есть еще и третий собственник. Мы за то, чтобы это была полностью инфраструктура. Пускай это будет доп. образование детей, но чтобы это полноценно там занимались дети. Я вот такого мнения придерживаюсь. И хочется сказать, чтобы, да, все-таки мы подали заявку, подали заявку на федеральную субсидию о выкупе данного здания. Ну, не знаю, там предприниматель тоже пошел по своему пути. И все-таки, ну, со стороны, может быть, республики, города, может быть, сделать такое софинансирование с той и с другой стороны. И все-таки выкупить этот объект. Эту тему мы уже освещали на этой неделе в выпуске «Восточного экспресса». А сейчас давайте вспомним, на какие еще проблемы горожан отреагировал дежурный по городу. Спустя год после ремонта третьей тепломагистрали жители железнодорожного района все еще не могут дождаться, когда на их улицах восстановят благоустройство. Ну, это вообще кошмар. Вечером пойди тут, ноги сломаешь. Как вот тут все попровалилось-то. Не знаю, ребятки, что делать. Вот так мы живем. Сейчас июнь уже почти проходит. Остается июль. Когда начнут? Когда будут делать? По снегу опять будут, что ли, это все сыпать? По сырости? Это все потом опять будет слетать. Это же держаться не будет ничего. Ну, кто-то пойдет, вот она с Косаревым вдвоем идем, она с Косаревым ходит. Ну, запьется и все, и человек, что, и ногу может сломать. Я помогу. Генеральному подрядчику была поставлена задача приступить к ремонтно-восстановительным работам по улице Пушкина на тепломагистрали номер 3 с начала июня месяца. Сроки оттянулись. За что? За это мы как бы вынесли им предписание, сейчас соответствующая презентационная работа, и будут наказаны денежным штрафом. В июле месяце, в течение трех недель будет проведено восстановление асфальтового полотна. Мы со своей стороны разделили на три участка, скажем так, восстановление. Пересечение от улицы Добролюбово до улицы Юных коммунаров, участок. Потом отдельный участок будет восстановление на просе сельхозакадемии. Там самый большой объем работает. Ну и дальше до улицы Прежевальского. Уборка строительного мусора, восстановление, планировка, где это требуется, территории. Ну и самое главное – засыпка провалов от этих всех возникших. В результате, ну, наверное, некачественно сделанная работа. Также горожане жаловались и на отсутствие благоустройства на автобусных остановках. На этой неделе по этому вопросу к нам поступило сразу несколько обращений. В городе все благоустраивается, новые остановки, а у нас ничего не делается. Почему-то где-то есть, а где-то нет. Люди-то везде одинаковые, люди везде так же едут на работу, так же за детьми стоят. Обращения горожан, которым негде укрыться от зноя и непогоды, в ожидании автобуса поступали к нам из микрорайона Никольский, авиазавод и поселка Таежный. К сожалению, павильоны не растут после дождя, как грибы. По сути, чтобы на вашей остановке появился навес и скамейки, есть один-единственный путь. Сейчас специализированной программы по этому вопросу нет. Для того, чтобы, если вам действительно стоятельно нужен павильон, обращаются в первую очередь в администрацию района. Уже администрация района ищет, в какую программу это можно включить. Очень много сейчас в последние годы ставится павильонов по наказам депутатам городского совета, а также депутатам народного хурала. Вот два года мы согласовывали дизайн. С прошлого года у нас начали появляться такие остановки новые в едином дизайне. В этом году по наказам депутатов планируется 15 остановок. Уже запланированы они в течение этого лета будут либо уже установлены, либо сейчас находится в процессе установки. Еще 11 павильонов в городе будет установлено по программе «Безопасные качественные дороги». Три по проспекту 50-летия Октября, шесть по улице Ключевская и два по улице Бабушкина. Решить проблему, найти ответ, добиться результата. Зачастую сюжеты о проблемах горожан дают свои плоды спустя какое-то время. Поэтому мы продолжаем следить за темами прошедших дежурств. Историю о трагедии в домашнем питомнике мы освещали в начале месяца. Супружеская пара держала у себя более 100 хвостиков. В начале года пожар унес жизни почти половины питомцев. После трагедии пенсионеров начали штрафовать и удерживать половину пенсии. На этой неделе Октябрьский суд вынес вердикт о прекращении дела производства, так как признал документы, которые представила районная администрация, недействительными. «Был представитель от группы волонтеров, которые с самого начала с нами работают. Тоже говорила, что как пенсионеров можно оштрафовывать за что? За то, что они помогают государству, вот это ее прямая речь, что приюты сейчас не в состоянии кормить собак. А вот эти два пенсионера, этих 100 собак кормят, а их же за это же и штрафуют. Но, видимо, это тоже повлияло». Тем не менее, Октябрьская администрация не собирается сдаваться и намерена обжаловать решение суда в следующем месяце. О мусоре и грязи в подземном переходе на элеваторе дежурный по городу обращал внимание два месяца назад. Следить за чистотой в нем обязан его собственник. Сейчас переход находится в аренде у предпринимателя. В начале лета хозяин все же провел уборку, но надолго этого не хватило, потому на место уже нагрянула комиссия из администрации города. «Не пешеходный переход, а непонятно что. В других городах давно такого нет. Все грязно, уборка проводится редко, стены в ужасном состоянии. Даю вам время привести все в порядок. Если это не будет исполнено, то расторгнем с вами контракт и по концессионному соглашению находим другую организацию, которая будет лучше следить за состоянием перехода». Также сотрудники административного контроля КГХ готовят материалы, чтобы привлечь арендатора к административной ответственности. Вот таким получилось наше очередное дежурство. И хотя проблем в нашем городе хватает, на самом деле не все так уж и плохо. Потихоньку восстанавливается муниципальный транспорт, повсюду идет большая стройка, а впереди нас ждет самый большой праздник лета. Поздравляю всех с вековым Сурхарбаном и прощаюсь. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok